Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Это видео, которое, я надеюсь, вы сейчас посмотрите, было изначально снято для второго моего канала «Жизнь на земле». Ну, и я всё-таки по просмотру решил поставить на этот канал данное видео. Сейчас вы, наверное, поймёте, почему. В принципе, я хотел рассказать большей аудитории, а на первом, главном моём канале, зрительной аудитории больше, чем на втором. А потому я хотел для большей аудитории зрительной донести важные планы, что же мы строим в Псковской области, что хотим построить, и для чего же всё это. Я полагаю, данное видео будет вам любопытным и интересным. Ну, данное своё хозяйство я строю для нормальной жизни, которая, в принципе, у человека любого должна быть, то есть жизнь на земле, мы часть природы, мы биологический объект, и естественная среда обитания для человека – это земля, это, ну, по сути, деревня, а не город, уж точно, тем более не мегаполис, и я хоть коренной москвич, и тем не менее всю жизнь знал, что я буду жить на земле, на природе, в своём доме. Но так случилось, что уже вот с советских старых уже теперь времён, прошло много лет, но ещё тогда я знал, что примерно всё то, что я сейчас делаю, у меня будет. Повлияли на это, конечно, фильмы и Даррелла в своё время, которые шли по советскому телевидению, показывались, и, естественно, программы «Мире животных» и прочее. Моё влечение биологии со школьной скамьи студенческой и так далее. И, естественно, для меня это было естественно. Поэтому хозяйства у меня были уже давно. Первый мой дом был построен в 98-м году, и в 99-м мы уже с женой переехали жить в свой дом в Подмосковье ещё тогда. Но прошли годы, и я стал понимать, что то, что продаётся в магазинах, это есть нельзя категорически. И, естественно, от того, что мы едим, от качества пищи, будет зависеть и качество, и продолжительность жизни человека. Потому я стал искать, куда бы переехать подальше от Москвы, понимая, как развивается Москва, какая там загазованность, ну и так далее. Соответственно, уже появился электромагнитный смог. В 2005 году мы начали строиться на Селегере, а точнее на Верхневолжских озёрах. На эту тему, что там было построено, и почему всё-таки мы не остались там, у меня есть видео на моём канале в Ютубе, и мы по ссылочке его дадим. Когда стали возникать проблемы там, со строительством, и с регистрацией этого строительства, я стал искать землю дальше. И тоже в Тверской области мы нашли место, ну, скажем, там через знакомых. Это в Нелидовском районе, на границе с Оленинским и Сележаровским. И потом, в другом месте, это Ржевский район Тверской области. И вот примерно в 35 километрах от города Ржев я стал строиться. Я основал эко-поселение, которое так и было названо «Картошина» в честь деревни Картошина, которая находится, вот именно находилась там, где я начал строиться. Когда туда мы попали, природа очень понравилась. Два дома жилых оставалось тогда в деревне. Один человек, всего лишь пенсионер, приезжал на лето. И вот там было построено большое поселение. Ну, вот моей жене там не очень нравилось. Жить на постоянной основе она там не хотела. И потому случилось следующее. Мы раньше со своей женой часто ездили в разные путешествия по Карелии на машине. Где-то раз в год, на неделю, на две. И один раз, возвращаясь из Карелии, вот скажем, в сторону Москвы, мы заехали в Пушкинские горы. Потому что думали, что уже несколько лет подряд по этому маршруту, проезжая, ну и ни разу не были, надо заехать, посмотреть Пушкинские горы, село Михайловское, домик Арины Родионовны, ну все понятно, да? И когда мы заехали, увидели объявление около дороги, что здесь продается земля. А места нам очень понравились. И поскольку это было такое компромиссное решение, ну в том смысле, что мне лично было все равно, как далеко от Москвы, хотя то место в Тверской области, Картошино, это 250 километров от Москвы, а Пушкинские горы где-то 630. Жена сказала, ну да, это, конечно, не такая глушь, как в Картошино, хотя и дальше от Москвы. Тут, конечно, и инфраструктура более развитая, и природа прекрасная. Ну да, Петербурга вообще там 250 километров. Поэтому решили все-таки строиться здесь. Ну и как решили, я вздохнул облегченно, направил свои материальные, энергетические и временные ресурсы вот на это хозяйство. Мы купили моментально землю в течение нескольких дней. Начали строиться буквально уже недели через две, потому что я все делаю быстро, не теряю время. И вот примерно за 5-6 лет было здесь построено то, что сейчас мы видим. И, в общем-то, сошлись мои начинания, идеи, мечты, то есть жить на земле. Раз. Выращивать здоровую, нормальную пищу. Два. Собрать коллектив единомышленников, которые тоже захотят переехать и жить на земле, трудиться, развивать, соответственно, разные направления деятельности хозяйственной. Все эти годы создавалась материально-техническая база. Были эксперименты с переменным успехом разные, да. Это была как бы прелюдия, а глобальной задачи я еще не озвучил. Безусловно, во-первых, это место, где живу я, моя семья. Во-вторых, это возможность выращивать экологически чистые продукты для себя, ну, для всех членов своей семьи и на продажу, разумеется, поскольку у нас один из видов деятельности – это биопродукты. В-третьих, это, конечно, по сути, мое хозяйство, это как бы такая возможность создать, по сути, экопоселение. Тем более опыт в этом уже есть, все плюсы и минусы, все ошибки, которые были, и не только наши, а других экопоселений, тоже учтены. И, естественно, я хочу создать некую деревню или слободу ремесельную, то есть старые народные промыслы, традиции, которые здесь будут восстанавливаться. Ну, благо, территории у нас много. Исторические места и культурно уникальные, потому что Пушкинские горы все-таки – это уникальный культурный центр России, а значит и развитый экотуризм, и, разумеется, это все нужно учитывать и использовать. Да, не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле», и если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Я надеюсь, что в этом году все-таки я смогу провести пару, по крайней мере, занятий. Вот в мае одно, и, может быть, в середине лето второе, если, конечно, наберется достаточное количество желающих. Объявления обязательно отдельными видео выйдут. А пока вы можете, скажем, сделать предварительную запись, написав под этим видео письмо, что вас это интересует, и с просьбой уведомить вас, когда подойдет уже ближе к времени. Но ориентировочную дату я уже сказал. Планы очень большие. Сейчас вот в этом году план уже создать устойчивых 5, может быть, 6 производств. До 30 разных направлений. Не считая мелких подтекстов, подоттенков там, ну, сельскохозяйственных направлений. В том году было куплено порядка 100 гектар земли еще здесь у нас в округе. И осваивались в прошлом году территории в несколько гектар. Ну, скажем, на 3-4 гектарах были посажены сады. Еще примерно пару гектар под различные деревья, сахарные клеоны, сахаристые, вернее, и так далее, орехи. В этом году огромные планы. Это высадка тысяч деревьев различных. Также продолжение выращивания садов. Сейчас закуплено у нас и ждет прибытие сюда. Очень ценная малина, ну, там несколько сортов, ремонтантные и прочие. Клубника. По ней тоже будем высаживать и открытую посадку, и в теплицах инжиры. Это целая коллекция цитрусовых. Лимоны, цитроны, там, кункваты и всякие грейпфруты. То есть вот это все по цитрусам тоже уже закуплено и ждет поставки сюда. Отдельная машина приедет из Нижегородской области. Будем разбивать виноградники. В том году были подготовлены гряды из плодородной почвы. Часть винограда, смотря какие сорта, пойдут в теплицы, а часть в открытый грунт. Потому что есть зимостойки, устойчивые к морозам. Еще одно направление по яйцам, то есть куры. Более 500 кур будет закуплено сейчас дополнительно к тем, что у нас имеются. Такой чешского гибрида очень интересного. Соответственно, будут яйца экологически чистые, которые мы будем продавать. Будет упаковка гофрокартон экологически чистая. В планах построить огромную пристройку, больше, чем само здание мастерской. Там будет размещаться склад по зерновым. Это порядка 20 сортов биоорганических злаков и круп. Будут построены две печи для выпечки хлеба. Ну, соответственно, направление по продажу и хлеба и сухарей, а также круп, зерен. А, кстати, на втором этаже этой пристройки будут, ну, скажем, квартиры или номера, как угодно можно назвать, для сотрудников. Которые будут и теплые, каменные, безопасные, так сказать, ну и так далее, и так далее. Да, в плане горения я имею в виду безопасные, потому что все-таки камень это более надежен, чем дерево в этом смысле. Кстати, будет уникальная система центрального отопления. В подвале, левой половине подвала зимнего сада мы будем делать уникальную котельную, из которой пойдет магистраль. Во-первых, отопление самого зимнего сада, а во-вторых, отопление и мастерской, и огромной пристройки к ней. Мы откроем еще один интернет-магазин, и продажа вот этого зерна и других продуктов пойдет уже вот из Пушкинских гор, не только из нашего главного склада в Подмосковье. Ну, а кто не знает, из зрителей наш главный сайт nadgard.ru по продуктам. В любую точку России и мира мы отправляем наши продукты и товары. Ну, а здесь будет второе, то есть, по сути, группа производств и склады и продажи. Еще одно направление. Это производство уникальных светодиодных лампочек, которые будут служить от 20-30 лет к ряду и иметь полный солнечный спектр без мерцания. То есть, для глаз не вредные, как обычные светодиодные, а полезные. С обычными цоколями Е14, Е27, так что все желающие могут обращаться в скором времени и покупать эти лампочки. Ну, а также для растений прямоугольные лампы, как в нашем зимнем саду. И которые сейчас делаются для стеллажей, для зимнего сада, для выращивания зелени, тоже вы сможете у нас приобретать. А еще у нас будет цех для изготовления металлочерепицы, вернее, двойного кликфальца. Самый качественный, надежный, не протекающий кровли. Разумеется, мы будем вести ландшафтные направления развивать это дело. То есть, оккультуривать, благоустраивать наши территории. Так же, как вот высажены уже были за два года аллеи Туй, можжевельников. Они также будут высаживаться, продолжение пойдет по этой нашей главной въездной дороге. Так же мы покупаем еще землю, еще участки. Я планирую также посадить лесополосу вдоль дороги, которая, вот асфальтовая дорога идет, как бы окружная по Пушкинским горам. Возможно, мы начнем, это пока под вопросом, строительства двух дамп для создания огромного природного. Озером назвать нельзя, все-таки это искусственный объект, значит пруд. Ну, по сути, озеро, потому что площадь его будет, предположительно, порядка 10 гектар, глубина до 12 метров. То есть, это будет такой природный интересный биотоп. Его пока не буду рекламировать и рассказывать, зачем, почему, для чего. Это потом, если получится. Это пока под вопросом. Ну, соответственно, поскольку куриное дело, то это загоны, защита от хищников. То есть, это целые заборы, которые там километры будут по периметру, потому что площади будут большие. Это план на весну и на лето. Про осень я еще даже не говорю. Вот уже, например, на данный момент заказан и готов сруб 6 на 18 метров. Огромный деревянный красивый терем, который будет абсолютно по экологическим технологиям и собран, и отделан для наших кур, которых мы ждем где-то в апреле. Уже готов наш подвал. Там стоят стойки, закупленные из нержавеющей стали, специальные квадратные мисочки. Заготовлена древесина. Это осина ольха многолетняя, такие лет по 60 стволы, диаметром сантиметров 40 и более. Которые будут засаживаться грибницей, и мы будем выращивать грибы. Различные виды вешенок там и прочих грибов. Это тоже еще одно направление, которое мы в ближайшее время начнем воплощать в жизнь. Естественно, будут строиться новые строения, постройки, навесы для различных целей, в том числе дровняки и прочие хранилища. У нас будет в этом году большое такое новое направление, как электротранспорт. Передвигаться по нашим новым очень большим территориям пешком это затрата большого количества времени. Поэтому наши сотрудники будут ездить на электро-телегах, назовем это так, электротранспорте разным. Потому что и в кузов поставить можно, положить что-то, груз какой-то, те же саженцы, чтобы в холостую не ходить с обеда, как говорится, на обед и утром на работу. Более того, мы будем продавать электротехнику, мы будем ее модернизировать, тюнинговать, так сказать. Есть неплохие сейчас уже промышленные модели, выпускаемые серийно. Из года в год я слежу за вот этими технологиями. У нас в хозяйстве уже есть электротранспорт и немало, несколько единиц. Но в этом году целый прорыв будет. Попомните мои слова, пройдет еще 3-4 года и уже, если начато производство промышленное крупными компаниями, даже электроэкскаваторов и электротракторов, то, конечно, и мы перейдем скоро на этот экологичный вид транспорта. Тем более для нас это жизненно необходимо. Потому что продукты питания мы хотим создавать абсолютно экологически чистыми, а значит загрязнять природу недопустимо для нас. Поэтому это наш выбор, как я надеюсь и ваш. Если вы захотите приобрести электротехнику, то тоже увидите на нашем канале. Скоро выпуски, какую, ну и сможете заказать, я об этом вам все расскажу. Тем более имея в этом уже более чем 10-летний опыт. Также в планах запуск зимнего сада. К этому практически уже мы подошли вплотную. Осталось получить, установить такой остров, кухню. Будут кулинарные шоу вестись оттуда, ну, передачи, по крайней мере. Это будет интересная съемка с разных высот. Там сейчас еще доделаются кое-какие конструкции. С землей все работы, в общем-то, завершены. Вот сегодня завершаем момент этой съемки. У нас приехал новый сотрудник-кузнец по профессии. Он, в общем-то, это дело его такой жизни души. То есть ему нравится это. Ну, вот будем мы заниматься и кузнечным делом. Это не прямо сейчас, это где-то там с начала лета, с конца весны. Все по мере, так сказать, решения других вопросов, задач. Но, разумеется, мы будем наводить порядок, красоту внутри. Вот большого хозяйства, огороженного забором, где у нас размещены различные складские помещения, жилые дома, лекционный зал, зимний сад и прочие строения. Вот там, наконец-то, мы все покроем, я надеюсь, дорожками, которые по кругу будут хозяйство обводить. И можно будет ездить на электротранспорте нашим гостям, туристам. Ведь у нас есть свой эко-отель. И вы, дорогие товарищи, можете приехать к нам в наш эко-отель, отдохнуть, увидеть уникальные пушкинские места, природу этих мест. Она очень красивая. У нас тут несколько речек, река Великая, 200 метров от нас и много озер. Ну и, собственно говоря, вообще красивые ландшафты природы. Поэтому и культурный досуг будет и такой эстетический, и технологический. Например, я предполагаю пока, что 5-7 мая в моем хозяйстве мы будем проводить такое мероприятие, ну, назовем это занятие, практическое, семинар по организации и эксплуатации и технической, биологической стороны вопроса, соответственно, зимних садов и теплиц. Я надеюсь, что если это занятие состоится, то те люди, которые на него приедут, получат колоссальный опыт, огромные знания и уже без ошибок, не как я там 15-20 лет назад, а уже смогут, зная все подводные камни, все нюансы, построить именно зимний сад своей мечты правильно с точки зрения технической, инженерной, энергетической, ну и, соответственно, там финансово затратной, зная все плюсы и минусы, сделать это разумно, без ошибок. Вообще, что касается теплиц, то вот за моей спиной стоит 4 промышленные теплицы, 7,5 метров шириной, 25 длиной, 4,5 метра высотой, так вот я скажу, что эти теплицы в этом году мы будем полностью обустраивать, то есть ранее у нас там где-то был инвентарь какой-то, где-то стояли горшки с саженцами нашими, с деревьями, которые мы доращиваем. Под эти цели мы оставим одну теплицу, а в трех будут виноградники, будет инжир, целая коллекция, 7 сортов, по-моему, у нас сейчас, ну и другие растения. Напомню также, что в прошлом году, кто следит за моими видео, должен помнить, что у нас было выкопано 3 пруда. Вот в данный момент мне ребята сказали, что два из них полностью талой, водой паводков, уже наполнились. У нас сейчас год уникальный, такого я не помню, более 20 лет. Сейчас уже начало марта, а у нас еще минус 10 на улице, говорят, будет до 15 на днях и ночью. А еще год назад, два, три, пять лет назад, снега давно не было и было до плюс 10 градусов и даже больше. Ну, разумеется, я сказал, озвучил, не все планы. Зачем говорить о всех? Вот сделаем тогда, расскажу, и так уже поведал о многом. И еще одно маленькое объявление мое. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озерами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озер. Это русская Карелия, среднерусская, так называют ее. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. Я надеюсь, у нас получится воплотить вот эту идею в этом году. Да не только в этом году, а до осени. Это я озвучил пока то, что до осени. Ну, а осенью как раз мы планируем начать хлебное дело. Ну, надо все построить еще с нуля. Если вам будет интересно, следите за выпусками видео. Вы сможете следить за стройками, отделкой, строительством печей. Я думаю, будет это вам интересно. Если да, напишите, кстати, в комментариях, что бы вы хотели из того, что я перечислил, о чем делать сюжеты, видео в большей и в меньшей степени. Может быть, завести отдельный плейлист. Например, за строительством пристройки к мастерской. Ну, и в завершение хочу вам сказать следующее. Во-первых, подпишитесь на мой второй канал «Жизнь на земле», но только в том случае, если вам он интересен и те темы, которые я там озвучиваю, интересны. Ну, а во-вторых, если смотреть глобально, то одна из главных целей создания обустройства моего данного хозяйства является обучение людей. И речь идет не только об обучающем центре, который будет открыт у нас в моем хозяйстве, то есть обучение органическому земледелию, экостроительству и так далее. А речь еще идет о другом. Ведь подавляющее количество людей смотрят меня, то есть это зрители, а не те, кто приедут к нам в хозяйство этой единицы. И потому это еще возможность дистанционно показать огромному количеству людей, что жить на земле и счастливо, и в достатке возможно. Люди, которые даже не имеют достатка, но имеют большое желание, могут изменить свою жизнь к лучшему. Что только на земле, по большому-то счету, и может быть жизнь действительно счастливая. По сути, наш проект – это еще и такая агитация в хорошем плане, в хорошем смысле слова, для того, чтобы наши опустевшие русские земли все-таки начали заселяться людьми сильными, крепкими, целеустремленными, неравнодушными, которые захотят возродить, восстановить то, что было попрано годы назад, десятки лет уже назад, и показать всем тем, кто уже трет свои ладошки, что жив народ, что не все продано, что возрождение идет, и его не остановить. А к этому движению, вообще к движению и эко-поселений, и крепких хозяйств, будут присоединяться новые люди, и эта тенденция все только будет нарастать. Если это наше общее дело, то поддержите это мое и наше, говоря о коллективе начинания, ну хотя бы просмотром моих видео на втором нашем канале, хотя бы рекомендациями посмотреть эти видео другим людям, вашим друзьям, коллегам. Ну и о том, как в наше хозяйство можно в коллектив влиться, ссылочка будет в описании. Как впрочем, смотрите и другие важные ссылки в описании под этим видео, которые я вам дам специально для изучения. Ну что ж, на этом все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Увидимся в новых видео. До свидания.